Ребят, теперь слушайте меня, потому что я написал курсы, пишу курсы по джангу уже с 12-го года, поэтому в большинстве случаев, когда мы с вами сразу напишем сайт и потом пишем некий сайт и при этом человек ни хрена не понимает, но повторяет, это не программирование, это мучение. Поэтому, ребята, еще раз настоятельно говорю, да, пусть это будет нудно, пусть это будет скучно, но вот эти уроки по джангу, начало, да, должны быть пройдены, как мы с вами оговаривали. Вход, ссылки, лист, view, мы там везде рассматривали модели, должны быть отработаны, то есть у нас должен быть порог знаний, о котором мы сейчас говорим. Потому что нам надо сосредотачиваться на более серьезных вещах, на создании фолловинга, лайков, там надо о логике думать, а не о том, а что означает это в модели. Почему, давайте перечислим, чтобы вы могли сосредоточиться. Итак, устройство модели для нас должно быть понятно уже сейчас и понятно хорошо, оно очень простое, перечисляем. Модель это в первую очередь класс. Класс. Ответ сразу, значит поддерживает методы. Если класс Python, значит поддерживает методы. Все, этим все сказано. Второй момент. Модель содержит поля. В данном случае, это поля, мы говорили, создается экземпляр класса. Это обычная переменная, да, title. В данном случае, да, переменные создаются таким образом, чтобы мы их логически понимали. Путь, указывается путь и само поле. Это все стандартно. Поля. 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 Имеют настройки. Настройки поведения. Это важно. Настройки именно поведения. То есть, сначала мы что делаем? Открываем справку. Мы будем, мы, я хочу, чтобы вы пользовались справкой. Не надо запоминать, надо считывать. Итак, вот типы полей. Всегда, особенно когда работаете с новой версией Django, обязательно ищите типы полей. Например, находим наше поле ChartField. Малое текстовое поле. Раньше, раньше был обязательный параметр. Да, сейчас написано, на что мы должны обращать внимание. Название поля. Далее, мы видим, это класс ChartField, да, то есть, мы создаем экземпляр. Далее, нас интересуют настройки, которые обязательные. В данном случае мы видим даже MaxLect, не обязательно. Почему? Потому что Django разработчики поняли, программисты, они тупые. И, чтобы не тупили, и человек не вбил в заголовок 2000 символов, то они по умолчанию сделали 50. Вот так. Они, Django разработчики, как учат всегда, исходят из чего? Нельзя доверять пользователям. Запомните, пользователи вам что хотят наделать. Поэтому вся задача ложится на программистов. Поняли? Посмотрели. Что еще нам надо посмотреть? Опции. Остальные опции. Что обозначают две звездочки? Я, блядь, вам не вспомню. Я вам не вспомню. Это как отчинаш. Иными словами, это что? Правильно. Это любые последовательности. Строка. Список. Картес. То есть, мы можем спокойно добавлять. Далее. Читаем какие-то основные вещи. Строковое поле строк от маленького до большого. Для больших объемов использовать Text Fill. Все правильно. Здесь. Но, тем не менее, ребят. Опять же. Ограничивать надо. Ну, пойдете. Пользователь как вобьет вам там пять тысяч символов или десять. Ограничите. Две тысячи. Ну, сколько считаете нужным. И далее. Виджет для формы. Да? Имеет два дополнительных аргумента. Мы о них говорили. И можно проводить валидацию. Отлично. Теперь. Так. Примарь окей. Мы потом рассмотрим. Теперь. С настройками полей понятно. Их довольно много. И, по сути дела, в Django есть возможность создавать свои поля. Но, навряд ли, это пригодится. Потому что, ну, их очень много на все случаи жизни. Нас будет интересовать сейчас следующий момент. Поведение. В принципе, это то, на чем я говорю. Средоточить очень хорошее внимание. Если мы открыли поля, то мы увидим вверху опции. Да? Опции. Нуль. Бланк. В данном случае есть тонкости, на самом деле. Бланк это когда запись будет без звездочки. То есть, иными словами, можно записывать, можно не записывать. Если бланк мы не добавим, то запись просто не даст сохраниться. Напишет, вы не запомнили поле. Нуль истина. Мы с этим разбирались. Да? По сути дела, здесь надо тонкости. Здесь существует грубая ошибка. Все пишут бланк, истина, нуль, истина. Я нуль, истина написал, потому что я четко понимаю, что буду ставить сюда виджет от редактора, а там могут быть картинки. Мы с вами рассматривали, что есть важный момент. Текстовое поле, оно не имеет нуля. Ну какое? Вася! Где в Васе можно разместить нуль? Вася нуль. Вася один, Вася два. Где в буквах ноль есть? Поэтому нуль, это создается в таблице поля. Для чего? Принцип такой. Смотрите, я вам сказал такие простые вещи. Картинки, цифры, видео. Там можете ставить нуль истина. Иными словами, была картинка, человек удалил. Картинки нет. На ошибка. А если будет нуль, создается в базе данных поля с нуль, то есть нет картинки нуль. Все. Таким более простым языком объяснил. Дальше мы мотаем, да, смотрим. Их довольно много, но часто использований их мало. Вот мы в данном случае использовали дефалт, то есть будем в таймзоне. Здесь хочется сказать. Наверное, что-то изменится после... Жанга 4 начал отход от Python в пользу стандартной библиотеки Python, потому что здесь в MySQL были всегда проблемы с таймзонами. Здесь она везде падала. Поэтому, конечно же, чтобы не было проблем, ребят, если есть возможность, то делайте на PostgreSQL. Это однозначно. Тогда у вас не будет проблем. Иначе будете выкарабкиваться. Зато строгий режим выставлять. Я понимаю, вы навряд ли понимаете, о чем говорите, но когда у вас все захлючит, и вы тогда быстро все разберетесь, да, ну зачем себе плодить, заведомо зная, что обязательно будут ошибки, да. То есть для Жанга лучше PostgreSQL и так далее, да. Например, давайте сюда еще добавим HelpText. То есть я хочу, чтобы вы их просматривали, чтобы вы их применяли, пробовали. Они... HelpText очень нужен в формах. По сути дела, сейчас мы увидим это предупреждение, да. Ну давайте запустим наш сайт. Во-первых, нас сейчас будет интересовать админка. А, мы же не провели миграции. Так, 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 все понятно. Выдает исключения. Давайте посмотрим, чего он хочет. Так, это у нас вообще-то notebook. Пока он нам... Ну, вообще-то надо будет. Значит, разделим терминал. Еще раз сделаем. Сделаем и смотрим, да. Line 26 в модели. Ага. Сейчас посмотрим. Ну, конечно. Конечно. Я понимаю. Видите, когда знаешь, это хорошо. Просто-напросто я написал немножко по-другому. Мне надо написать маленькими. А я... Она вставила... Видите, не посмотрел. Вот так нам надо, да. Значит, надо по-новому импортировать. Ну, в принципе, опять не хочет делать. Ну, ничего. Со временем и... Вот это нафиг. И в утиль. Со временем все это доработается, да. Тут не надо переживать. Значит, нам надо тайм-зоны. Это Django Utils. Django Utils. Import. Тайм-зона. Вот. Теперь должно работать. Смотрим дальше исключения. Так, ну, не буду таить какой-то вещей. Я во всех курсах стараюсь сделать как можно больше исключений. В данном случае надо ставить что-то одно. Ну, в принципе, я поставил одно, предполагал, но решил проверить сам, да. В данном случае она пишет, что auto-know-art истина и default-out time is new является взаимоисключающим. Иными словами, вот эта вещь, то есть нам, чтобы вручную пользователям не надо было тыкать дату, то она автоматически создается. А здесь мы, создается будет дата по, разделена по зонам, да, то есть по часовым поясам. Поэтому, вот это мы сейчас уберем, нам более актуально, да, и сейчас будет все нормально. Сейчас он нас спрашивает вариант, какой нам поставить. Ну, мы new time zone, мы так и поставим. Попробуем. Все, создались поля. Отлично. Здесь следующее поле у нас апдейт То есть опять же автоматическое обновление Чтобы человеку не надо было тыкать рукой и выставлять дату Ну и следующая самая классная строка Я сказал раньше всегда ставили И даже в хорошей практике это вбили Я считаю это было ошибкой большой То есть ставили именно создавали еще одну модель Мы ее тоже будем создавать Мы тоже будем создавать, расширять Потому что нам надо и лайки там учитывать и все Ну и вбивали сюда А сейчас в большинстве своем все-таки люди правильно начали делать Опираться на модель юзера Тогда нам не надо создавать какие-то новые абстрактные модели Не надо ничего придумывать По сути дела смотрите мы ведь будем оперировать логином А логин в любом случае в стандартной модели есть Логин, емейл, емейл нам надо логин по сути дела Логин, пароль И здесь стоит мы это тоже рассматриваем И рассмотрим поэтому только это Он делит и модель каскада Иными словами Джанга спрашивает А что делать со связанными записью? Как мы видим мы это уже рассматривали тоже в форенке И многие к одному отношения Что делать? Иными словами простыми так получается Вот у нас есть запись К этой записи есть 10 комментариев Если мы ставим каскады То будет каскадное удаление Иными словами удалилась запись Удалились все комментарии То есть в базе кусков кода не останется Но мы рассматривали Есть разные варианты С вами в уроках Это там посмотрите Да там довольно сложно Самый распространенный вариант Это вот этот Есть наверное варианты Когда там надо вручную Но вы знаете Там надо настолько внимательно быть Иначе не удаляем Итак Как мы видим Надо заострить внимание Наше основное На настройках полей Именно в документации Нас будет интересовать Что Как мы с вами разговаривали Настройки полей Настройки полей Определяют поведение Мы с вами хотели Help Text написать Но теперь мы можем с вами Открыть Открыть Наш сайт Нас сейчас интересует Админка Так Рун Миграции Предлагает запустить Миграции Так Стоп Ран А мы что Не запустили Похоже Мы только Маки Миграи Запустили Ага Да Теперь Ага Тип Эра Ага 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 Ааа Почему вот такие вещи происходят Когда мы начинаем писать Нескомодель Ну ничего Мы это сделаем Сейчас у нас Не принципиально Поэтому сейчас мы Голову дулить не будем Что мы делаем Говорим Забудь Удаляем Миграции И говорим Забудь То что мы там Понаписывали Все Исправили Один сек Вот теперь Можно уже Перезагрузить Будет все Окей И так Всплывает Я не то Сделал И нас интересует Админ И так У нас появилось Как мы видим Блок Создать посты Кстати Вот это уже Мета опции То есть Мета опции Давайте мы посмотрим Справку Нам это Очень важно Сейчас Они тоже Есть здесь Справка Мета опции Если вы переведете Не надо Никаких-то Супер языков Других Итак Мета опции Что это такое Простыми словами Это Не поведение Поведение полей Здесь При помощи Мета опции Мы Либо даем Дополнительное Разрешение Модели Ну например Абстракт Иными словами Если бы мы Указали В мета опции Абстракт То эта модель Была бы абстрактной А от нее Мы уже могли В ней написать Ну например Все основные А потом От нее Наследовать Другие модели И писать Уже то Что необходимо И когда Было создание Уже На основании Отнаследуемой Модели То входили И эти Поля Которые есть В основной модели Которая абстрактная Иными словами Дополнительные Разрешения Да В данном случае Вот например Наверное Мы рассмотрим Когда будем Создавать Контент Мы с вами В уроках Рассматривали И будем Сейчас еще Работать В этих уроках Бесплатных Есть Менеджер Да То есть Извлечение Базы данных Который Умеет Работать С чем С С С С АПИ Именно Под это Будем Под АПИ Сейчас Подгонять Наши знания Да И по сути дела Мы с вами Дальше Чуть поймем Что мы можем Уже Переопределить Стандартный Менеджер Написать Что нам нужно Иными словами Иными словами Важно Сейчас Понять Мы будем Использовать Да Дальше Но важно Понять Что Мета Опции Дают Дополнительное Разрешение И Далее У нас Остались Только Методы Да Которые Мы будем Использовать Мы с вами Использовали Уже Ранее В курсе Get Absolute URL И будем Другие Сейчас Использовать Теперь Самый важный Момент Ради чего Мы это Делали Да Кстати Давайте Мы все Таким Допишем Мы этот Help Текст Смотрите Вот мы Создать Посты То есть Человек Читаемое Стало То что мы Написали Добавляем Пост Да Ну Ага Вот Начинается Начинается Ах ты Нет Таблицы Контент Нет Не создало Затупило Миграции Удалили И Давайте Давайте Здесь Здесь Мы Посмотрим Ага Ну Что Ну Что Ну Что Ну Если Такое Все Таки Бывает Такое Да Давайте Опять Удалим Эту Таблицу Опять Проведем Миграции Обязательно Перезапустим Сервер Перезапустим Не обновим И откроем Обновим Браузер Таё моё Ну-ка Сделаем По-другому Вот так Сейчас Это первого поста Нету В объём Сохранить Решаем Дальше Я вам хочу По сути дела Нет Таблиц Контент Можно было Создать Вручную Но давайте Мы попробуем Сделать Немножко По-другому Вот Такой Может быть Выход Закомментируем Удалим Видите Она даже Не удалилась А вот Юзер Айди То есть Не был назначен Юзер Мы потом Дописали Теперь мне Понятна Причина Да Ведь мы Когда написали Поле Тайтл У нас Не было Аутера Попробуем Вот так Закомментировать Опять Проведём Миграции Так Теперь Удалим Ну Видите Сколько я вам Хемороина Вытягивал Проведём Так Вроде Всё нормально Добавим Юзера Добавим Контент Опять Обновляем Всё Теперь Стало на место Иными Тоже Разобрались Да По сути дела Проблема Была в чём Мы Позже Добавили Юзера А запись Уже Создали Да И то есть Получается Эта запись У нас Которая была Первая Она В ней Не был Заполнен Юзер Да Помните Мы С вами Добавляли Через Жупайтер Да И получается Не был Заполнен Юзер И получается Что всё Не знала Что делать Почему Эти вещи Сразу Править Вот таким Вот образом Можно легко Быстро Всё Исправить А то Новичок Может И долго Долго Проковыряться Ну Help Тех Всё Так Мы Сейчас Сделаем Напишем Такое Не более Пяти Тысяч Символов Здесь Тоже Можем Добавить Это Особенно В формах Важно Тогда Будет Пользователя Предупреждать Не более Двести Символов Теперь Уже Сервер Сам Перезагружается И если Мы Сейчас Посмотрим Не будет Нам Вот смотрите Появилось Не более Двести Символов Не более Пяти Тысяч Символов То есть Тоже Разобрались Да Сейчас У нас Дату Видите Мы не Выставляем Давайте Попробуем Создать Новую Запись Белый Аист Смотрите Дата У нас Заполнилось Время Заполнилось Нам Надо Выбирать Пользователя Там Он Будет Автоматом Выбираться Сохраняем Все Сохранилось Вот эти Посты Мы Суперы Наши Можно Поудалять Итак Откроем Еще Один Важный Момент Остался Это Будем Несколько Раз Проговаривать Потому что Я вижу Что Люди Тупят Откроем Нашу Таблицу Что Мы Использовали Находим Нашу Модель Так Вы Видите Блок Пост Блок Пост Тут Немножко Ну Давайте Блок Пост Это У нас Айди Это У нас Немножко Не то Автор На Автор Сырается Так Дальше Так Это Стандартные Сейчас Я так Не вижу Ну вот Нашел Я просто Начал Сказать Другому Блок Пост Если Мы Откроем Эту Модель То Мы Видим Что Сейчас Самое Вот Наши Поля ID Title Created Update Autor ID Content А то ID Это Фринкей Да Теперь Ребята Смотрите Ведь Поля ID У нас Нету Или Есть Нету Так Вот Ребята Раз И навсегда Это Ущекаем Поля ID Есть В каждой Модели В каждой Посему Когда Мы будем Писать Представление Потом Вспомните Указывать В URL И Мы Это Вы Это Знаете Просто Хочу Что вбили Себе В голову Раз Навсегда Что ID Есть А Для Этого Создается Первичный Ключ Primario Key Он В Моделях Поэтому И Здесь Все Можно Найти Все Пока Итак Подведем Итог Показал Некоторые Вам Я Ваш Прошу Чтобы Вы На данный Момент Прежде чем Писать Сайт Эти все Вещи Четко Представляли Могли Найти Справки Чтобы Мы Не Отвлекались Все Отлично Продолжение следует